Жил-был руководитель проектов ВТ. Он был умный, талантливый и очень амбициозный. Он всегда мечтал создать проект, который изменит мир и принесет ему богатство и славу. Поэтому, когда ему дали задание разработать новый социальный сайт, он был очень рад. Он подобрал лучших программистов и начал работать. Однако, проект превратился в настоящий кошмар. Никакие тесты не помогали, страницы сайта не загружались, а у пользователей было много жалоб на ошибки и нестабильность. Руководитель пытался исправить все проблемы, но ничего не получалось. Время шло, а проект все еще был не готов. Однажды после очередной неудачной попытки исправить сайт, руководитель услышал странный шепот. «Ты знаешь, что ты неудачник», – прошептал призрак. «Ты обманщик и мошенник. Ты завалил проект, который я заказал у тебя, и теперь я буду преследовать тебя до конца своих дней». Руководитель испугался и не знал, что делать. Ему казалось, что он потерял все – деньги, репутацию, свою карьеру. Ему казалось, что теперь за каждым поворотом будет охотиться призрак заказчика. Он попросил помощи у своих коллег, но они не знали, как ему помочь. Призрак продолжал преследовать руководителя. Он видел его во сне, слышал его шепоты ночью, чувствовал его присутствие все время. Руководитель начал терять рассудок, он стал непредсказуемым и неуправляемым. Его коллеги боялись его и избегали контакта. В итоге, руководитель потерял все – свою работу, своих друзей и свои мечты. Он жил в бедности и одиночестве, а призрак заказчика продолжал его преследовать. Иногда руководителю казалось, что он видит его в окнах, слышит его шепоты ветра, чувствует его холодный дух. Так закончилась его жизнь – одиночеством и ужасом. Он стал предметом страшной легенды, о которой рассказывали при свете костра. Он стал символом того, что проекты ВИД могут привести к катастрофическим последствиям, если ими не управляют правильные люди. И призрак заказчика продолжал свой путь, ища новых жертв.